Ответить за невыполненные обещания призывают и лидера немецких социал-демократов. Однопартийцы Мартина Шульца не хотят, чтобы он занимал должность в новом кабинете. Почему и что об этом думает сам Шульц, расскажет Татьяна Лугунова. Месть недовольных социал-демократов, которые выступали категорически против большой коалиции, хотят наказать своего лидера политически. И призывают Мартина Шульца добровольно отказаться от любых постов в новом правительстве. С таким советом к лидеру социал-демократов обратились сразу несколько авторитетных членов партии. Причем сделали это публично через СМИ. Они считают, что Мартин Шульц проявил чудеса непоследовательности. До и после выборов обещал, что политическая сила уйдет в оппозицию. Ну а потом развернулся на 180 градусов и принялся также активно лоббировать создание большой коалиции. Дескать, как ему после этого верить? Сам Мартин Шульц призывы однопартийцев пока не комментирует. В новом коалиционном правительстве, как лидер партии и партнера, он претендует на пост вице-канцлера и министра иностранных дел. В этих же креслах не прочь остаться бывший лидер СДПГ и действующий замканцлера и главный дипломат страны Зигмар Габриэль. Портфели, впрочем, делить начнут уже после создания коалиции, то есть через несколько месяцев. Официальные переговоры пока что даже не начались. Лидеры партии Меркель, Зейхофер и Шульц проводят предварительные рабочие встречи, чтобы согласовать все спорные оппозиции. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.